Привет, друзья! Сегодня снова я пришла с вами в огромный магазин, супермаркет английский. И вы знаете, что меня натолкнула мысль одна такая. Вам всё-таки немножко рассказать ещё об английских каких-то нравах, привычках. И вот, в частности, об английской еде. Ну, об английской еде, конечно, говорено очень много. Позвольте мне тоже ставить свои пять копеек. То, что никогда не было английской кухни как таковой, в отличие от французской кухни, итальянской кухни, может быть, русской кухни, английской кухни не существует. Единственное, что здесь можно сказать, если спросите, что вот в Англии такое традиционное английское блюдо, то вам скажут, что это fish and chips. Fish and chips. Fish – это рыба. Чипс – это у них называется вот такая вот картошка фри, как у нас продают, наверное, в этих супермаркетах американских, макдональдсах, тоже уже не помню. Вот. Вот такие вот fish and chips, различные соусы. И, естественно, конечно, beef steak. Различные стейки. Рамстейк, бифстейк. Это считается тоже, наверное, английская еда. Ну, вы знаете, что-то еще такое. Вот они любят пай. Пай – это пироги такие с мясом. Meal pie, fish pie. То есть рыбный вот такой вот пирог на основе картошки или мясной пирог. Ну, вот это, наверное, вот все, что можно сказать о традиционных каких-то английских блюдах. Стейки. Стейки я покажу вам сейчас. Вот такой вот, допустим, ribs steak. Видите, 4,12 стоит 200 грамм. Или вот такой вот steak. 375 грамм, 750. Это cut, sear loin steak. Вот такой вот rum steak. 7,22, 400 грамм. То есть, как вы понимаете, эти стейки очень дорогие. Вот это вот 400 грамм, 8,24 вообще. Ну, то есть вот на бифштексы, на говядину у них цены высокие. Но из всех, наверное, все-таки из всего мяса англичане предпочитают вот бифштекс. Вот это вот какой-то, даже я не знаю, но, в общем, получается, самый дешевый 6 фунтов 200 грамм. Хотя не знаю. Ну, вот цены, как вы понимаете, да, довольно высокие. Хотя и выбор этих стейков можете видеть очень большой. Ну, вот здесь вот iron steak, самый дешевый, наверное, 4 фунта 365 грамм. Это зависит, как вы понимаете, от того, где это мясо отрезано, как оно там, филе, грудинка, ребрышки и все такое. Также очень много продается большой выбор. Вот у них баранины. Баранина называется ламп. Ламп. Вот. Сейчас покажу вам. Можете прочитать. Вот так вот. И вот такой вот, вот такая упаковочка. 4 маленьких кусочка. Это на двоих обычно. 360 грамм, 4,50. Это что касается баранины. Ну, или вот совсем малюсенькие два кусочка. 3,18 грамм, 200 грамм. Или бывают вот еще вот такие вот кусочки. Это все я вам показываю. Ламп. Бритиш ламп. Здесь с какой-то начинкой внутри завернутый. Вот рубль 20. Стоит, сколько тут? 172 грамма. То есть, вот и дальше внизу здесь очень много. специальное предложение. Вот, пожалуйста, видите? Вот такие вот кусочки. Чопс Бритиш ламп. 2,06 за 200 грамм. Или еще внизу дешевле. Можете купить. Вот кости. Видите? Бонс. Кости тоже ламп. То есть, тоже бараньи кости. В фунт 27,633 грамма. Это вот на суп, на борщ. Я частенько покупаю. Можно выбрать. Здесь их очень много. Вот так они выглядят. Видите? Ну, это, наверное, как вот у нас рагу. Называлось бы, да? Вот еще так же ламп. Бонс. Но это уже кости, как позвоночника, да? Вот. Фунт 93, 700 грамм. То есть, это кости. Считается очень дешево. Кто малоимущие. Вот. Можно покупать, как бы, понимаете... Можно покупать кости. Вот 2,49. Вот эти вот хвостык. Или это шеи. Шеи, наверное. Ага. Нек. Оф-ламп. В общем. Там он еще. Что касается свинины. Свинину, конечно, это самое дешевое мясо считается. Ну, и не только считается. И по ценам мы можем видеть, что свинина у них называется по-английски порк. И это самое дешевое, что можно здесь купить. Вот, например, 5,50 за килограмм. Вот такой вот рипс. Это ребрышки. Или вот, например, это считается вырезка филе. Это тоже бритиш порк. Свинины. Филе свинины. 6 рублей за килограмм. Довольно-таки недорого. 2,12. Вот такой вот большой кусочек. 350 грамм. Ну, и, конечно, опять вот такие вот свиные стейки. Также. Только уже немножко жирненькие. А вот здесь 490 грамм. Почти полкило. 2,21. Если, как говорит, цену за килограмм, то это будет 4,50. Ну, вот. Что еще я могу вам здесь показать? Есть вот такие, конечно, еще. Это бонус лайн. Это кусочки свинины запакованные. Вот 4 тоже 50 за килограмм. Можно выбирать. Видите? Выбор свинины тоже неплохой. Но вы знаете, что все-таки британцы свинину, показываю вам. Вот видите, 2,50 за полкило. Все-таки британцы свинину не очень любят. Поэтому, наверное, и цена на нее вот такая вот невысокая. Что касается субпродуктов. Вот, например, видите, почки. Почки 2,26 за килограмм. Здесь полкило, один фунт. Вот печенка, пожалуйста. Ливер. 2 рубля за килограмм. Это все свиное. Вот такие вот у них бывают сердечки. Мелко нарезанные тоже свиные. 2,50 за килограмм. Фунт 9. Вот такая упаковочка. Как я уже сказала, выбор мяса очень большой. Бывают скетки каждый день. Или специальное предложение. Вот их сразу здесь видно. Они на желтеньких таких этикеточках. То есть, если цена снижается, то на желтеньких этикеточках вам пишут. Вот видите, вот, например, уже сниженная цена. Это British Beef. Был 4,98. Стал 3,49. Ну, не сказать, что много скинули. Но все-таки скинули, да. И, конечно, также мясо можно выбрать вот на витрине. Считается свежее, да. Уже не упакованное. Вот, я вам показываю опять ламп, баранину. 10 фунтов за килограмм. 8 фунтов за килограмм. Вот такие вот цены. Вот British Lamp Nick. То есть, шея. Вообще 15,50 за килограмм. Или вот 15 Lamp Lack Steak. 15 фунтов за килограмм. То есть, в любом магазине, в любом супермаркете выбор мяса достаточно хорош, я считаю. Как говорится, были бы деньги. Вот опять здесь свинина. Можете видеть цены, да. Вот. И еще вот здесь вот у них индейка. Вот видите, торки. Индейка это торки. Ноги индейки 4,75. Вот такой огромный упаковка. 1,6 килограмм. Я считаю, что недорого. Иногда покупаю себе. Что касается вот всяких вот таких вот готовых у них сосисок, сарделек, колбасы. Вот показываю вам. Можете посмотреть цены. Но я могу сказать, что все это очень невкусное. Хоть, конечно, тут у них и цены вот на колбасу. Например, видите, это 5 фунтов за килограмм получается. И вот здесь вот даже не знаю. За 100 грамм 1 фунт 50. Значит, получается 15 фунтов, да. Все вот эти вот вареные какие-то. И вот даже я когда-то пробовала, покупала. Вот видите, из языковая колбаса как бы, да. 10 фунтов за килограмм. Она абсолютно невкусная. Что касается сыров. Может быть, я сначала думала, что я покупаю обычно по 6, по 7 фунтов за килограмм. Вот по 10 иногда покупала. Чидер или чидер. Думала, что потому он такой невкусный, что я покупаю дешевый. Потом решила, так как я сыроежка, я решила себя сырами все-таки немножко побаловать. Я купила самый дорогой за 16,50. За килограмм я купила 100 грамм на пробу. Ну или вот, например, 18,98 стоит вот, то ли это кусок, то ли это, не знаю, за килограмм. Ну, в общем, бывают дорогие. Я попробовала по кусочку каждый. И вы знаете, я все равно не была удовлетворена вкусом. Все равно для меня он невыдержанный какой-то. Он ломается, раскрашивается. Ну вот, я даже попробовала здесь. Ну вот, видите, вот он по 10 фунтов за килограмм. Можно попробовать. Это чидер. Чидер у них самый распространенный. И ред фокс. Красная лиса. Немножко дешевле, 8 фунтов за килограмм. Невкусные абсолютно. И это я хожу по магазину, который называется Моррисон. Я вам не сказала. Это огромный у нас супермаркет Моррисон. И вот, несмотря на такой выбор огромный, всех этих копченостей, сыров, колбас, не могу для себя я выбрать что-то хорошего. Даже, тут вот вы знаете, кто-то мне сказал, что в Алди такая же дрянь продается, как в Теско. Ну а, допустим, Маркс Эйс Пенсер магазин или вот Моррисон считаются магазины из дорогих. Более качественные продукты, как бы, да. Но все равно здесь все одно и то же, только дороже. Вот это такое мое мнение. И сейчас уже англичане потихоньку начали понимать, наверное, что качество продуктов оставляет желать лучшего. И все примерно одно и то же во всех магазинах. Поэтому вот и Лидл сейчас, и Алди у нас, когда бы не приехал, огромное количество людей скупаются там. Потому что тоже выбор большой. И вот, в частности, допустим, хлеб вот этот весь, да, он тоже несъедобный. Я почему перекинулась с одного на другое? Потому что я иду, вот вижу хлебобулочное изделие. Это вот на таком прилавочке получается, что это они сами пекут здесь в своей этой пекарне. Ну и вот 80 пи, 400 граммовая или вот 50 пи, 400 граммовая буханочка этого хлеба. Ну, он с добавками, с разрыхлителями, он тут же плесневеет на следующий день. В общем, не знаю, друзья, мне вот это все не нравится. Я и вообще стараюсь сейчас хлеба как можно меньше кушать. Я поехала за продуктами скупиться немножко. Давно уже не была в магазинах ни в каких. Вот я сейчас, знаете, что сделаю? Я пробегусь вот по Моррисону, потом схожу в Алдин, вам немножко там покажу. А потом приеду и покажу вам, что я все-таки купила. Вы знаете, я стараюсь, как я уже сказала, во всех магазинах покупать наиболее какие-то выгодные цены и лучшие продукты. И вот здесь, в Моррисоне, я предпочитаю покупать рыбу и мясо. Вот я вот уже, видите, купила. Только вынесли, мне повезло. Но меня еще моя знакомая просила, не знаю, показать вам сразу или что. Вот, видите, они все со скидочками. Вот я рыбу купила, форель со скидочкой для меня и для нее. И купила вот эту рыбу, не знаю, как она называется. Тоже R-50 за штучку. И купила также индейку, которую я вам сказала. 3 фунта за килограмм она стоит. И купила вот шею баранию тоже со скидочкой. Но все это свежее, видите, 17 сентября срок годности, а сегодня у нас 16-е. Показывается замороженных продуктов. Вот таких вот, как опять чипсы эти их, картофель фри. Очень много. И вообще заморозки, как вы понимаете, здесь все, что хотите. Ну, в основном, конечно, картофель всех различных нарезок по различной цене. Очень недорогой. Я обычно здесь даже не беру. Я не знаю почему, но я считаю, что это вообще только травить самого себя. Вот, например, видите, полтора килограмма вот такой вот картошки фри. Полтора килограмма. Фунт 20. То есть, считай, практически задаром. Вся уже готовая. Разморозил, пожарил и кушает. Но это же отрава, вы же понимаете. Я вот как-то такое не беру. Ну и потом здесь огромное количество вот замороженных овощей. И вот брокколи, например, фунт за килограмм. Вот такая вот упаковка. Капусты, брокколи. Я предпочитаю, как вы понимаете, свежую. Это цветная капуста. Калифлауэр. Это цветная капуста. Калифлауэр. Фунт за килограмм. Вот, пожалуйста, горошек какой хочешь. Три фунта за полтора килограмма. Вот его тут сколько хочешь, этого зеленого. Ну, не знаю, зеленый горошек, может быть, даже и можно было бы купить. Но я как-то тоже его не покупаю. Не знаю, я покупаю. Если покупаю, то только овощи свежие. Цена практически такая же. Вот сейчас покажу вам еще Валди. Я покупаю здесь Валди обычно. Фрукты, овощи. Какие-то, может быть, орехи, если найду дешевые. Мед покупаю. Ну, вот такое вот покупаю. Вот этот вот стручковый горошек. 65 пи за упаковку. Неплохо. 220 грамм. Капусту брокколи я покупаю здесь. Или в Теско. В принципе, цена одна и та же. 65 пи стоит вот упаковочка капусты. Вот такой. Сколько здесь грамм. Да, вы знаете, даже не написано, сколько грамм. Просто вот один такой. Как бы соцветие. 65, 62 пи. Я здесь также покупаю шпинат. Вот здесь что-то его слишком много. 450 грамм. Фунт 42. Нет, я найду сейчас немножко подешевле. Ой, поменьше упаковку. Потому что я не хочу, чтобы он портился. Мне его 400 грамм такой огромный не съесть. Вот он, шпинат. Здесь сколько грамм? Вот здесь я не вижу, сколько грамм. Бэби. А, это бэби шпинат. 79 пи за 240 грамм. Ну, он, наверное, даже дороже, чем тот. Но я его возьму. А здесь беру лук. Вот стоит 53 пи. Вот такой вот. Вот такая вот упаковочка лука. Пучок. И здесь я беру еще сельдерей. Вот сельдерей. Вот такая вот упаковочка. Она стоит 50 пи. Вот видите. Сельдерей добавляю в салат. Обязательно. Вот в последнее время даже вместо огурца в салат добавляю. Сельдерей делаю с морковкой сок. Иногда делаю смузи. В общем, сельдерей очень люблю и везде использую. И вам тоже самое советую. Но я знаю, что как брокколи, капуста, так и сельдерей, наверное, очень дорого в России все-таки. Насколько я видела, импортные продукты. Огромные деньги. Вот. Ну, вот картошка. Я, по-моему, картофель вам тоже показывала. Цена на картофель, я считаю, вполне такая, как скажем, разумная. Вот 2,5 килограмма, фунт 45. Опять целая полка, целая огромная секция хлебоболочных изделий, которые я считаю, что они везде, в любом месте отвратительные. Везде одинакового вкуса. Единственное, я все-таки, вы знаете, беру иногда черный хлеб. Сейчас вам покажу. Вот такие упаковки здесь. Вот, это ржаной хлеб с семенами подсолнуха. Вот он стоит 89 пи за полкило. Вот такая упаковочка. Я его беру. Он вроде неплохой. Если его добавляю, если я его делаю в тостере, то он вообще замечательный. Остальной хлеб, как уже я вам говорила, вот этот весь резанный. Вот он весь воздушный, он весь никакой, пустой. И он несъедобный. Вот видите, что творится. Также я в Алде покупаю орехи. Вот фундук. 125 грамм, фунт 29. Так, вот здесь бывает еще. Нет, это тоже фундук. Ну, бывают грецкие орехи. Фисташки в такую же цену, руб 29. Но я их не ем почему-то, не знаю. Ну вот, к сожалению, грецкого ореха тут нет. Этот я не хочу. Даже не знаю, бразильский орех. Так, вот. Также здесь можно купить семена от солнечника. 250 грамм, фунт 29. Вот, и также можно купить очищенные семечки тыквенные. 250 грамм, точно такая же цена. Фунт 29. Иногда тоже беру. Вот и сейчас возьму. Ну, смотрю, вот очень у них давно продается. Это, видите, что? Это семена льна. Вот они, 250 грамм. Порошок этих семян, как называется, грэви. Господи, уже русский язык забыла. Это молотые, в общем, семена. Ага. Линдсит. Фунт 79 стоит 225 грамм. Но я думаю, что я, например, слышала, что их, если ты перемолол, то нужно сразу кушать, а они потом теряют всю свою ценность. Поэтому я здесь давным-давно перемолотая. Конечно, не беру. Если я беру семена льна, я знаю, что их тоже надо употреблять. Я перемалываю сама, съедаю тут же свежемолотые. Почему? Ну, вот мясо я в Алде не беру никогда. Хотя вот здесь тоже есть, видите, вот стейки. В частности, вот такой вроде неплохой. Сколько здесь грамм? 300 грамм, 349. Цена очень низкая по сравнению с Моррисоном, который я вам показывала только что. Но, по-моему, вы знаете, у него и вкус другой. Я не знаю почему. Хотя, вы знаете, я вот что-то не... Я его не пробовала, кстати. И я, наверное, может быть, не права. Я вот смотрю, что можно выбрать. И выглядит он неплохо. Здесь три кусочка. 349. Это в два раза дешевле, чем в Моррисоне. И, может быть, надо взять на пробу. Видите? Ну, вот не знаю. Сегодня брать уже не буду, потому что много и так набрала. Что касается кур, кур я здесь беру. Здесь курица самая дешевая. 249. Кило 478. Кило 450. Вот они все 249. Вот стоят. Я считаю, что это очень хорошая цена. Вот иду дальше и вижу опять этот сирлайн стейк. Рам стейк. Кат биф стейк. Вот 360 грамм. 269. Рам стейк 329. Вы знаете, видите, какие цены сразу в два раза дешевле. Что значит Aldi. Вы знаете, может быть, я даже и не права. Надо будет как-то взять. Вот и попробовать здесь. Потому что, ну, это все, видите, полуфабрикатные упаковки. Вот медальон стейк. 285. 340 грамм. По идее, такой стейк, вот как я брала в Маркс и Спенсери. Но я брала за 7. Точно такие же упаковки. 7 фунтов там стоит. Но очень вкусный, бесподобный. Надо будет взять, попробовать здесь. Хотя, вы знаете, я стараюсь тоже меньше кушать этого мяса. Больше рыбы. И, наверное, все-таки эти стейки, они же для жарки, для запекания. А я стараюсь кушать вареное. Вот он еще. Рибы и стейк какой-то. 2,59, 2,99. Да, вы знаете, я, наверное, пересмотрю свои взгляды. Я попробую здесь эти стейки. А может быть, они и вкусные. Потому что, я же говорю, что я всегда здесь бегу мимо. Вот эти все полуфабрикаты, видите. Пиццы замороженные, все эти. Какие-то пельмени, равиоли. Это я когда-то, когда только сюда приехала, я думала, что здесь все очень вкусное, замечательное. И, конечно же, сразу всего накупила. И все, я выбросила в унитаз. Это все есть невозможно. Ну и вообще, вы знаете, те, кто считает, что здесь такая еда, которую можно кушать. Опять же, хочу вас разочаровать. Тоже дряни полно. И те продукты, которые когда-то в своей молодости, 40 лет назад мы кушали. Колбаса пахла колбасой. И вкус был колбасный. Даже докторскую колбасу сейчас такую не найдешь. Или, допустим, вспомните, московская колбаса с сырокопченой палки. Сколько она стоила? Как сейчас помню, 4,75. 4 рубля 75 копеек за килограмм. И это была колбаса, которая пахла, наверное, на весь магазин. Ну а сейчас молодые наши уже дети, внуки тем более. Они уже не представляют даже себе вкуса этих продуктов натуральных. И не думайте, что если вы приедете в Европу... Ну, может быть, кто-то, конечно, и путешествовал в Европе и видел, что здесь ничего тоже вкусного вы не найдете. Те же вина. Да, вот подошла опять к яйцам. Яйца у них странные. Я не могу понять. Потому что маркировка совсем другая. У них 0, 1. Вот как у нас диетическая или столовая, да, там D или S. Здесь этого нет. Я всегда путаюсь. Я покупала уже, старалась по цене, самые дорогие. Но все равно они, как сказать... Ну, это те курицы, которые сидят в клетках без солнышка. И у них бледный желток в яйцах. И все такое вот так. Цена на сахар показываю вам. Самый дешевый. Килограмм 64 пенса. Вот такие упаковки. Есть, конечно, коричневый сахар вот такой. Здесь он стоит 59 центов. Но это за 300 грамм. Сразу предупреждаю. И потом, вы знаете, то, что я... Это же как-то когда-то нам говорили, что это какой-то тростниковый или какой этот коричневый сахар. Ну, а сейчас говорят, что тоже его подделывают. Его просто окрашивают. И переплачивать в три раза смысла нет. Вот что еще я покупаю в Алдии. Это я покупаю здесь сыр. Вот сыр Моздам. Нарезанный. 400 грамм 209. Покупаю Моздам. Покупаю сыр Эдем. Он еще дешевле. 400 грамм фунт 79. Видите, нарезка такая. Вы знаете, на удивление, очень вкусный сыр. Вот предпочитаю покупать его здесь, в Алде, как неудивительно. Еще очень люблю французский сыр Бри. Так называемый мягкий сыр, знаете, да? Но здесь, конечно, вот он в такой цене. И он несъедобный. Это пустая трата денег. Вот сыр Бри, кстати, самый вкусный. Продается Марк Испенсери. Вот видите, просто надо путем проб и ошибок все это знать. Где что покупать. По крайней мере, я уже прожив здесь 10 лет. И, в общем-то, бывала, покупала во многих супермаркетах. Мы питались с мужем. И я уже сейчас знаю, что с чем сравнивать. И, в общем, покупаю на свой вкус. И вам вот рассказываю, советую. Ну, это тем, кто живет здесь, конечно, в Англии. Вот эту вот сметану я покупаю здесь. 95 пенсов стоит 300 миллилитров. Неплохая. Или в Теско я покупаю 500 миллилитров за фунт 75. Катила к кассе. И хочу, знаете, что сказать? Вот что еще интересно, что я уже заметила. И хочу с вами поделиться своим наблюдением. Вот когда я использую карту свою. Естественно, везде здесь уже давно никто не пользуется. Налом. Все расплачиваются картами пластиковыми. Так вот, когда используешь пластиковую карту, то ты денег в руках не ощущаешь, ты не чувствуешь. И абсолютно не понимаешь, сколько ты заплатил. Вот я, допустим, плачу там 16, 20, 30. За свои покупки. Я прикладываю карту. Я эти денег не ощущаю. И прекрасно расплачиваю без проблем. Я понимаю так, что это получается вот такая вот психологическая вещь. что когда вы не ощущаете в руках деньги, когда вы не понимаете, у вас столько цифр высвечивается, да, ваша пластиковая карта, вы можете тратить гораздо больше. По крайней мере, по себе я знаю, что я трачу намного больше. Если бы я, допустим, расплачивалась вот деньгами, купюрами, которые у меня в руках, и там сразу чувствуется, сколько ты их тратил. 100, 200 или 1000 или 5000, то ты сразу это все ощущаешь в руках. А здесь нет, ты приложил карточку и пошел. Вот такая вот психология. Они этим пользуются, вы знаете, специально, мне кажется, чтобы люди тратили как можно больше и высасывают последние деньги. Что и со мной произошло. Видите, я заплатила 12,81 за вот это вот небольшое количество, которое я купила. И нормально, я не парюсь. А если бы я доставала 10 фунтов, 15 фунтов наличными, то, естественно, я бы сразу почувствовала, сколько это будет. Это все называется психологической манипуляцией, которую мы, в общем-то, не понимаем особенно. Или вот, например, еще сейчас шла колясо, эту тележку поставить и увидела. Видите, написано цена, да, огромными буквами. Цифрами 6,99, да, стоит. Или вот 3,99. 9,99. Почему они так пишут? Вы же понимаете, да? Потому что, когда вы смотрите первую цифру, вас сразу фиксирует ваша подкорка, да, подсознание, что это не 7 фунтов, это же 7 фунтов, да, а у вас фиксируется, что это 6. Вот здесь 3,99. Как? Сразу вам у вас фиксируется, что это 3, а это 4. Или вот 9,99. Фиксируется, что 9, а это 10. И вот все, почему бы они пишут 4,99, а не пишут 5 фунтов? Да, потому что фиксация сознания идет на первую цифру. Любую цену, которую вы посмотрите, вот, 19,99, да, пожалуйста, не 20 фунтов, а 19. И уже вам дает ваш мозг, значит, вот ваше сознание, оно дает вам сигнал, что видите, как дешево, 19 фунтов, а на самом деле это вранье. Без одного пенса 20. И вот такие манипуляции происходят. Люди даже не задумываются, просто платят, да, покупают, не задумываясь. А на самом деле все это копейки складывается в рубли и в тысячи, которые вытаскивают потом из наших карманов. А на самом деле все это копейки складываются.